Незадолго до того, как Гурбангулы Берду Мухамедов решил дать дорогу молодым, его сыну Сердару исполнилось 40 лет. По конституции Туркменистана именно с этого возраста кандидат может претендовать на президентский пост. Восхождение на политический Олимп Берду Мухамедов-младший начал в 2016-м. Именно тогда он внезапно стал депутатом, заняв бакантное место в парламенте. До этого о сыне президента было мало что известно. Согласно официальной биографии, он работал в пищевой и нефтегазовой промышленности, а также отметился на дипломатическом поприще. Работал советником посла Туркменистана в Москве, а также советником постоянного представителя Туркменистана в ООН в Женеве. Резкий взлет карьеры Сердара Берду Мухамедова произошел в 2019 году. Сначала его назначили заместителем губернатора Ахалского Вилаята, которому относится из столицы страны Ашхабад. Через полгода он возглавил этот район, а еще через полгода стал министром промышленности и строительства Туркменистана. Затем сын президента стал председателем высшей контрольной палаты, попал в Совет безопасности и дослужился до зампредседателя кабинета министров, то есть своего отца. Официальной должности премьер-министра в Туркменистане нет, исполнительную ветвласти возглавляет президент. Все эти годы туркменистанские СМИ активно освещали деятельность Берду Мухамедова-младшего, рассказывали о его официальных встречах, показывали встречи с населением и даже рапортовали о его отдыхе. Сердар совершал официальные поездки за рубеж, где проводил встречи на высоком уровне, награждал спортсменов и открывал социальные объекты. Государственные СМИ Туркменистана не забывали говорить и о частной жизни Сердара. Впрочем, ничего нового. Он, как и его отец, увлекается спортом, любит лошадей и ездит на машинах. Ко всему прочему, Сердар Берду Мухамедов возглавляет ассоциации Туркменского Алабая и Ахалтикинского коневодства. В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли сыном народа, а его публичное появление вместе с отцом – символом преемственности поколений. О характере вероятного преемника известно разве что по слухам, анонимным сообщениям и косвенным признакам. Журналисты «Радио Свобода» со ссылкой на собственные источники рассказывали, что во время учебы в России Сердар Берду Мухамедов был собранным и не был склонен к проявлениям сильных эмоций. Другие говорят, что до избрания в парламент он больше интересовался бизнесом, и политика его не слишком увлекала. Однако просачивалась информация и о суровых нравах сына президента. Сотрудники Ахалского вилаята, который возглавлял Сердар, рассказывали изданию «Хроника Туркменистана» о неких жестких правилах. В частности, лишь нескольким должностным лицам было позволено заходить в его кабинет, а сотрудникам было приказано покидать рабочие места только в случае крайней необходимости. Мобильные телефоны внутри здания были запрещены, а у кабинета Берду Мухамедова-младшего разместили охрану, чего не было при прежних губернаторах. Анонимные собеседники журналистов рассказывали, что Сердар часто запугивал подчиненных, обещая свернуть им шею.